Здравствуйте, те, с кем мы знакомы отдельно. Здравствуйте, те, с кем мы не знакомы. Меня зовут Дмитрий Блинов, я в консалтинге в СНГ, руковожу технологии командой. Я здесь абсолютно такая вот морская свинка, причем приглашенная морская свинка, которая ни к морю, ни к свиням никакого отношения не имеет. Я как менеджер, я про интеграцию знаю чуть меньше, чем ничего. Поэтому я просто вот скажу такую welcome speech. Я хотел всех поприветствовать в здании Центра цифрового лидерства. Я не знаю, может, кто-то был уже здесь, если кто-то не был. Само по себе место достаточно интересное. Надеюсь, что вам здесь понравится. Я хочу поблагодарить, наверное, за то, что вы нашли время прийти сюда. Я надеюсь, что текущее мероприятие будет вам очень интересно. Как встретиться, посмотреть друг на друга, пообщаться живьем, так и поделиться каким-то опытом. Мы когда обсуждали программу с Ренатом, с Ильей, с коллегами, я сказал, что, наверное, надо как-то, ну, вот, речь сказать, да, такой welcome speech. Меня Ренат слезно просил, не делай, как это положено в саде, да? То есть, вот, рассказывать вам про космические корабли, как они бы раздят просторы Большого театра, ну, с учетом того, что я сказал раньше, да, что я ничего не понимаю в интеграции, наверное, ну, было бы несколько нескромно, да? Второе, что, вот, как положено, там, коротенько, минут на 40, чтобы все уснули. Наверное, я тоже не буду делать еще. Я правильно понимаю, что, как бы, задумывалась история, как чисто техническая, никакого маркетинга, там, встреча, единомышленников и так далее. Я надеюсь, что оно все так и пройдет. Кстати, мне логотип офигенно понравился. Вы мне потом познакомьтесь с человеком, который это рисовал. Тем не менее, я хочу, наверное, сказать две вещи, которые, вот, для меня лично в контексте интеграции очень важны. Значит, вещь первая. Классические проекты, ну, я достаточно давно САПом занимаюсь, и вот, там, скажем, 15 лет назад классический проект САПовский, кто был самый важный человек на проектах с точки зрения технической команды? Вот вы как считаете? Что, 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 что? Я. С технической командой. Базистник. Базистник, правильно, а почему? Потому что он пока систему не поставил, фиг, ничего не работает. А интеграция какая-то? Да, ну, я не знаю, мы не слышали, нет интеграции. Мы вот здесь в финансах кнопку нажали, а в Ичаре, да, в финансах проводка получил. Чего там интегрировать, не знаю. Сейчас же ситуация драматически меняется, да, то есть, я, как в анамнезе базистник, я, как бы, совершенно четко знаю, что проектов, где мы ограничиваемся развертыванием одной САПовской системы, одного САПовского решения, их, ну, нет, да, и эти системы должны быть как-то между собой синтегрированы. А с учетом того, что компания говорит о Intelligent Enterprise, да, и с учетом того, что у компании в портфеле у нас, как у вендора, появляется большое количество клаудных продуктов, да, и вот этот вот гибридный ландшафт, тут был прекрасный дилберт на тему, что такое гибридный ландшафт, да, Hybrid Cloud, что такое, да, это когда одна вещь, про которую вы ничего не знаете, интегрирована с другой вещью, в которой вы ничего не знаете. Вот, интеграция, конечно, становится одним из ключевых направлений, вот, в технологическом стриме. То есть, до тех пор, пока вы все это не свяжете, неважно как, на уровне, там, данных, на уровне, там, я не знаю, вот, каких-то потоков операций, но пока вы этого не сделаете, ничего не заработает, да, то есть, сквозной end-to-end сценарий, который работает в Intelligent Enterprise, так как его видит САП, он не будет работать, пока продукты между собой корректным образом не синтегрированы. Поэтому, конечно, мы говорим о том, что это out-of-the-box должна быть интеграция, да, то есть, мы, как вендор, идем к тому, чтобы вы, там, нажимали две кнопки, у вас система, там, раз между собой, то есть, там, вилка и розетка. То есть, она должна быть полная, но при этом мы, с другой стороны, понимаем, что клиентам уже недостаточно, там, ну, вот, просто интегрировать САПовские решения. Мир гораздо разнообразнее, чем нам хотелось бы его видеть, да, то есть, нам бы, конечно, хотелось, чтобы весь мир работал на САПовском софте, и, ну, как бы, а мы повелевали галактикой. К сожалению, пока это не так, но мы работаем над этим, но пока нет. И, вот, открытость, это достаточно важная потребность со стороны наших клиентов. Когда у нас интеграция идет не только SAP, SAP, да, а когда у нас интеграция, там, реализовывается, там, SAP-to-any, а еще лучше, в идеале, any-to-any, да, то есть, когда у нас шины интегрируют все, что не приколочено. И это, вот, та платформа, о которой мы говорим, которая, там, вот, в рамках SAP Cloud Platform развивается, это тоже часть, которая относится к интеграции. И поэтому, как вендор софта, да, наша компания, ну, вот, она продолжает поставлять интеграционные решения, с одной стороны, которые реализовывают сценарий Intelligence Suite, ну, сквозной бизнес-процесс, там, hire-to-retire в рамках Intelligent Enterprise, часть которого реализовывается, там, в одной системе, там, с access-фактора, пейрольная часть еще в какой-то системе, и так далее. Или, там, design-to-operate в случае с производством. Да, вот эти сценарии, они могут реализовываться в разных системах. А с другой стороны, мы, как бы, идем в сторону предоставления услуг, вот, то, что здесь называется EPS, это Infrastructure Platform as a Service. Да, то есть, когда мы платформу предоставляем в виде сервиса интеграционного. И, ну, вот, это для нас, как бы, в части интеграции стратегическое направление. Это то будущее, которое, ну, вот, оно вот уже идет к нам, уже приходит. И оно уже, оно как-то раньше в интерпрезе не сильно использовалось, да, для таких крупных корпоративных заказчиков. А сейчас оно все ближе, ближе и ближе. Я не буду говорить про то, что, там, это важно. Просто интеграция становится гораздо шире, чем мы ее представляли себе. Не достаточно просто, там, iDoc перекинуть из одной системы в другую, да. У нас в рамках вот таких вот построений гибридных сценариев возникает история про безопасность соединения. Кто, там, реализовывая какой-то межсистемный интерфейс, раньше задумывался на тему, а как у нас это шифруется, да, а как мы обеспечим трансграничную передачу данных в рамках вот этих вот законодательных актов в разных странах о персональных данных, да. И вот подобных вещах. А это те, ну, те темы, которыми придется специалистам по интеграции в ближайшее время заниматься, если еще они этим не занимаются. Надежность вот в таких вот интерфейсах, потому что, ну, раньше, что там, а у нас пиа упал, ну, пойдемте базисника расстреляем, а сейчас у нас интерфейс влек, а какого расстрелять не очень понятно, да. И вот подумать заранее на этапе проектирования, как вот реализовать полноценный, надежный интерфейс. И получается, что специалисты по интеграции, то они все сильнее и сильнее становятся специалистами по бизнес-процессам. Как, не знаю, что, нравится, не нравится, да, и вот эти вот люди, то есть вы, да, как я понимаю, превращаетесь из сугубо технических специалистов в людей, которые зачастую получше многих владельцев бизнес-процессов, понимают, как устроен тот или иной процесс, потому что они его изучили от и до, пока разбирались с тем, как его реализовать. Все, тронная речь закончена. Если есть какие-то вопросы, я готов на них ответить. У меня последний слайд, я не удержался, у меня, простите, у меня прекрасная команда, вы многих из коллег знаете, это не только интеграция, базис разработки и так далее. Они меня постоянно троллят, да, вот я, я так понимаю, что летом кто-то добрался до приложения, которое называется Morphin, да, мне прислали вот такую вот историю, я не смог удержаться, извините. Вот, как бы, спасибо вам за то, что пришли, спасибо ребятам за то, что все это организовали, и have fun, я надеюсь, что вам все понравится. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok